Добрый день, уважаемые коллеги! Начну я свой доклад с многим известной технологией эластографии. В аппаратах ультразвуковой компании Миндрей присутствует как компрессионная эластография, так и эластография сдвиговой волны. Все мы с вами знаем, что эта технология позволяет оценивать жесткость объемных образований, в том числе эта информация помогает при написании ультразвукового диагноза и при верификации доброкачественных и злокачественных образований, помимо золотого стандарта в виде биопсии. Передовыми технологиями внутри опции эластографии у компании Миндрей присутствуют индексы надежности при проведении эластографии в виде reliability map, индекс карты качества, который показывает в каких сегментах мы можем получить максимально достоверные по чувствительности и специфичности данные. И уникальная технология анализа ободка при излокаченных образованиях и интерстициальном прорастании окружающей ткани мы можем выявить на какой границе мы получаем завышенные показания жесткости. Помимо эластографии и компрессионной сдвиговой появляется современная технология M-Reference, которая позволяет совмещать изображения, полученные при компрессионной эластографии и при эластографии сдвиговой волны, потому что одна эластография обладает более высокой чувствительностью и специфичностью при доброкачественных образованиях, другая при злокачественных. И тут технология позволяет проводить комплексный анализ жесткости образования, применяя как компрессионную, так и эластографию сдвиговой волны, оценивая соотношение strain ratio при компрессионной эластографии и оценивая абсолютные значения показателей жесткости в килопаскалях либо в метрах секунды. Также в оборудовании компании Mindray присутствует технология Fusion с компенсацией дыхания, которая позволяет совмещать мультимодальный подход в анализе объемных образований и анализировать данные, загруженные в ультразвуковой аппарат с КТ либо МРТ. Таким образом повышается чувствительность проведения ультразвукового исследования, появляются дополнительные возможности при более точной проведении различных биопсий, различных абляций и других терапевтических и хирургических манипуляций. Также в аппаратах премиального класса, благодаря реализации зонной технологии КАРТЕРНИЯ, присутствуют специфические функции по улучшению визуализации, как в B-режиме функция HD-скопа для улучшения контрастного и пространственного разрешения, при более детальном рассмотрении объемных образований в щитовидной, в молочной железе, либо в других поверхностно расположенных органах структур, и продвинутые технологии в оценке воскулиризации в тех или иных образованиях, функция Glazing Flow, псевдообъемное кортирование кровотока с помощью 3D-визуализации и применения специальных эффектов рендеринга, и более современная микродоплеровская воскулиризация, ультрамайкроангиография, которая появляется на последней платформе и последних аппаратах линейки Резона, которая обладает очень высокой чувствительностью и пространственным разрешением для кортирования сосудистого кровотока с очень низкими скоростными характеристиками. Вот обратите внимание несколько клинических примеров технологии микровоскулиризации потока, как в доплерских режимах, в энергетических режимах и в смешанных режимах, показывая максимальную вискулизацию микрососудистого русла. Ну, естественно, технологии не стоят на месте, и в ультразвуковые аппараты в том числе внедряются функции, которые работают на базе искусственного интеллекта. Одна из таких функций называется функция Smart Breast, которая позволяет анализировать объемное образование в молочной железе и применяя международные протоколы по описанию объемных образований по шкале Байрац, аппарат позволяет в разных срезах вычислять линейные размеры образования, вычислять объем образования и автоматическое описание и анализ образования по шкале Байрац, что гораздо точнее позволяет выявить множественное образование и позволяет начинающим врачам ультразвуковой диагностики проводить описание по классификации Байрац. Вот обратите внимание верифицированный случай, который свидетельствует о хорошей чувствительности и специфичности данного метода. Вот, инвазивная протоковая карцинома, которая была качественно и правильно описана с помощью технологии Smart Breast. Также при исследовании щитовидной железы существует подобная технология, которая называется Smart Heroid. Благодаря данной опции в ультразвуковом аппарате внедрены протоколы по автоматическому сканированию ультразвуковых образований, описание по эхогенности, описание по контурам, по различным включениям. И, как бы, систематическое управление и оценка множественных образований, если они присутствуют у пациента, как бы, позволяет технологии давать более быстрое получение данных и очень хорошая информативность. Благодаря наличию огромной клинической базы, которая находится в ультразвуковом аппарате, и очень качественные механизмы по обработке изображений и распознавание образов по эхогенности, по краям, по различным включениям, вы получаете на практике очень хороший инструмент с использованием интеллектуальных решений, который позволяет достичь высоких показателей при проведении ультразвукового исследования. И верифицированный случай при исследовании с применением технологии Smart Heroid. Вот, обратите внимание, по шкале ТАИРАЦ ТР-5 и диагноз после проведения биопсии папиллярный рак щитовидной железы. Кроме того, в ультразвуковых аппаратах компании Мендрей существуют специализированные датчики. Один из таких датчиков – линейный датчик с высокой частотой до 23 МГц, который позволяет получить высокое пространственное разрешение и прекрасную визуализацию при исследовании поверхностно расположенных органах, структур и различных объемных образований. Ну и, естественно, по исследованию кровотока существуют автоматические функции для количественного анализа кровотока, для различных применений при оценке статуса и ревматоидного артрита. И также эту технологию можно использовать при других заболеваниях. И автоматические измерения с трассировкой. Ну и, естественно, контрастное исследование. Также в ультразвуковой диагностике на данный момент мы ожидаем появления препарата Санавью. Но, тем не менее, ультразвуковые аппараты компании Мендрей готовы к этому. В ультразвуковых аппаратах компании Мендрей прекрасно реализована функция по исследованию с контрастными веществами, как качественный анализ, так и количественный анализ. И данная функция обладает очень высокой чувствительностью и специфичностью при оценке воскулиризации в различных опыльхообразовании. Работает почти на всех датчиках. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Сейчас вам покажут то, что там представил наш технический эксперт. Расскажет Есерина Александровна Бусько. Она нам расскажет клинические примеры, именно как пользоваться и как возможно их применять в клинической практике. Пожалуйста. Да, уважаемые коллеги, я сейчас на примере клинических случаев покажу вам будни мультимодального диагноста. Вот у меня в кабинете стоит ультразвуковой сканер. И пациенты, которые приходят на прием, они приносят мамограммы, приносят диски МРТ, приносят всю информацию, которую я анализирую. И дальше уже провожу ультразвуковое сканирование. Но, конечно, перед тем, как приступить к исследованию, я анализирую большое количество данных. И вот, когда у нас на апробации был аппарат Миндрей, он стоял у меня на приеме, и с утра до вечера я смотрела на нем молочные железы. И все интересные клинические случаи, которые прошли через мой прием, я сегодня представлю вашему вниманию. Клиническое наблюдение. Пациентка 52 года, онкологический анамнез не отягощен, самостоятельно обнаружила образование вправо молочной железы. Здесь представлен увеличенный снимок. Мы видим участок нарушения архитектоники или фокус уплотнения с нечеткими контурами, неоднородной структурой за счет единичных кальцинатов. То есть это не были сгруппированные, не были плеоморфные кальцинаты, но все-таки они определялись на фоне участка уплотнения. По данной маммографии мы трактуем это как категория БРАД-4. При выполнении мультипараметрического ультразвукового исследования хорошо визуализировался узел. В режиме цветового доплеровского картирования мы видим повышение воскоррелизации больше по периферии узла. Но как говорили на вчерашней сессии врач-патоморфолог, мы должны оценивать не только узловой компонент, но и смотреть, нет ли внутри протокового компонента. И обязательно также исключать мультифокальность, мультицентричность. То есть осматривать зону вокруг этого узла. И при дальнейшем исследовании от узла в сторону соска мы видим вот такую зону неравномерно расширенных протоков с активной воскоррелизацией, которую можем охарактеризовать как именно внутри протоковый компонент. То есть степень распространения у нас увеличивается по отношению к той информации, которую мы получили при маммографическом исследовании. Далее мы можем использовать с вами компрессионную эластографию. Хочу обратить ваше внимание, что здесь жесткие участки картируются красным цветом. У нас всегда есть шкала, мы должны обращать на это внимание, что стандартно синие, но есть производители, которые картируют красным цветом. И она тоже нам подсвечивает узел ярко-красной картой. И по ходу протоков, по внутри протоковому компоненту мы видим жесткие участки. То есть степень распространения здесь более 2 сантиметров. Также у нас есть такая опция, как измерение коэффициента жесткости. В данном случае он соответствовал 4,07, что превышает пороговое значение 4. И общая мультимодальная оценка категория Bayratz-5. По маммографическому исследованию мы не определяли изменение лимфатических узлов, но ультразвук позволяет нам и оценить регионарное распространение. Мы видим с вами акселярный лимфатический узел с неравномерным узловым утолщением кортикального слоя, который подозрителен на микроизменение акселярного лимфатического узла. Наша уверенность возрастает, потому что посередине изображения округлый маленький измененный подключичный лимфатический узел нарушения кортикомедулярной дифференцировки и надключичный узел тоже с нарушением кортикомедулярной дифференцировки. Вот так вот мультимодальная оценка позволила нам определить, что здесь рак молочной железы с выраженным внутрепротоковым компонентом и изменением в регионарных лимфатических узлах. Гистологическая верификация была выполнена под контролем УЗИ, алюминальный Бехер 2 отрицательной молекулярной пати. Второе клиническое наблюдение. Пациентка 77 лет, онкологический анамнез неотягощен, самостоятельно обнаружила оплакиньи в правой молочной железе. Вот такие снимки я получила перед тем, как провести ультразвуковое исследование. Мы видим с вами узловые образования, которые хорошо видны на фоне жировой инволюции. Мы видим с вами микрокальцинаты, которые по маммографии нам указывают именно о наличии внутрепротокового компонента. То есть здесь графическое исследование уже предварительное заключение, мультифокальная форма с обширным внутрепротоковым компонентом. Ультразвук позволяет здесь уловить только узловое образование. Мы видим, что все характеристики его соответствуют категории Байратс 5. Это вертикальная ориентация, нечеткий контур. Практически невоскурализировано, но имеет однозначно жесткую структуру и картируется красной картой, что соответствует жесткой структуре. Гистологическое заключение трепанбиоптатов. Инвазивная неспецифицированная карцинома правой молочной железы G3, люминальный Бехер 2, положительный тип, именно рецептор, эпидермальный рецептор. Он часто ассоциируется с наличием микрокальцинатов. В данном случае нам больше дала информация маммографическое исследование. Ультразвуковое позволило подтвердить диагноз и провести верификацию процесса. Третье клиническое наблюдение. Пациентка 64 года. Онкологический анамнез неотягощен. Длительное время по маммографии наблюдается фиброденома. В левой молочной железе рентгологический диагноз звучит как фиброденома, категория Байратс 2. С такими данными пациентка вошла в мой кабинет. И при дальнейшем мультипараметрическом УЗИ мы видим, что структура, ультразвуковая структура данного образования не соответствует фиброденоме. Это и вертикальная ориентация, и нечеткий контур. Хотя при полипроекционной оценке в некоторых позициях действительно она напоминала фиброденому, но в некоторых проекциях контур был нечеткий. Мы видим активные локусы кровотока по периферии и жесткую структуру как при компрессионной, так и при эластографии сдвиговой волны. Выполнена трепанбиопсия под контролем ультразвука, люминальные амолекулярные потепки, 67-5%, возможно, поэтому образование росло очень медленно, и по маммографии не было динамики увеличения размеров, и поэтому она была расценена как фиброденома. Ну и последнее клиническое наблюдение. Пациентка 36 лет, онкологический анамнез не отягощен. Вот такие данные предоставлены были. По результатам ультразвукового исследования в другом учреждении, несмотря на то, что пациентка жаловалась на образование в левой молочной железе, которая появилась, по данным ультразвукового исследования определялись две фиброденомы. По результатам МРТ изображения не были представлены, было представлено только заключение. Определяется образование неправильной формы с неровным контуром, предположительно категория Байратс-3. В левой подмышечной области отмечается один увеличенный лимфатический узел, 11 на 15. Вот эти уже размеры лимфатического узла вызывают сомнения, то есть он приближен к округлой форме. Клинический врач на основании вот этих данных и пальпаторных данных выставляет предположительный диагноз, что это фиброденомы левой молочной железы и лимфоаденопатия левой акселярной области. Начинаем ультразвуковое сканирование. И в субариолярной области вот такое изогипоэхогенное образование с размытым контуром, с единичными локусами кровоотока и при эластографии сдвиговой волны определялись неравномерные жесткие участки в этой структуре. Но самое внимание привлек метастатически измененный лимфатический узел. Мы видим нарушение кортикомедулярной дифференцировки, активный асимметричный кровоток. И в данном случае, конечно, никаких сомнений нет, что это не фиброденома, а злокачественное новообразование уже с метастатическим распространением. Также под контролем УЗИ была выполнена трепанбиопсия и подтверждена карцинома. Предоперационное МР-сканирование, не МР-сканирование, а МАМА-синтиграфия подтвердило накопление радиофарм препарата в молочной железе и в акселярном лимфатическом узле. Гистологическое заключение, инвазивно-неспецифицированная карцинома G3 и люминальный B-молекулярный потип K67-40%. В качестве заключения хотела бы сказать, что важную роль формирования ультразвукового заключения играет, конечно же опыт врача, обязательно анализ клинической информации, ну и мультипараметрическая оценка ультразвуковых данных с анализом маммографии и МРТ. Спасибо за внимание. От слушателей поступило много вопросов, просили показать QR-код наших сетей ВКонтакте. Это в соцсетях, ВКонтакте у нас есть спотрадиологи, где мы выкладываем редкие клинические наблюдения отделения лучевой диагностики, медицинкологии Петрова. Ежедневно мы что-то выкладываем, какую-то информацию, касающуюся не только молочной железы. А данный ресурс, это уже посвящен молочной железе. Здесь часто выкладываются анонсы мероприятий по диагностике молочной железы. Спасибо за внимание.